Татьяна Васильевна, мы рады приветствовать легенду зеленой отрасли, наш любимый крупнейший российский питомник любимых растений Лескова здесь у нас на Мастера Сада ФС-2022. И у меня такой вопрос, а что вы в современных реалиях могли бы посоветовать начинающим питомниководам? Я бы могла посоветовать начинающим питомниководам приехать в Дмитров Мастера Сада, потому что это та самая компания, с которой мы почти вместе начинали развиваться. И я помню, эти ваши горящие лица, это ваша необыкновенная семья, сестры, братья. Вы же начинали, то есть я нас только видела, но мы чуть раньше начали, а вы начинали просто в пустом поле. И вот это динамическое развитие для тех, кто хочет создавать садовый центр, который уже потихонечку переходит в питомник, это великолепный пример, не фактически, а совсем без инвестиций, на собственном труде. Ведь я же помню, как вы все, как муравьи, работали просто в поте лица. Я вижу сегодняшний результат. Я честно признаться, Катя, я сегодня была удивлена, просто удивлена. У вас такой уже высокий уровень вашего садового центра, у вас настолько шикарные ассортименты, совершенно вменяемые цены, потрясающие. То есть у меня сегодня был бальзам. И поэтому давать много-много рецептов, а у каждого все равно будет свой путь. Но поскольку я уже здесь оказалась, то это пример развития бизнеса с крохотным, мизерным бюджетом. Просто всего-навсего. Не лениться, труд, труд и еще раз труд. Спасибо от вас. Это особенно приятно слышать. И большое спасибо прям моим мастеросадам, когда будут это пересматривать. Но им будет очень приятно. До глубины души. Спасибо вам. Татьяна Васильевна, вот сейчас... Пусть еще дальше идут. Вперед и успехов, успехов, успехов. Не просто расслабляются после этих слов. Ого, какие мы крутые. Нет, нет, мы еще будем... Да, еще будем выше, да. Татьяна Васильевна, вот сейчас стоит очень сильная жара. Я бы сказала, даже иногда аномальная. Вот скажите, пожалуйста, как вы рекомендуете спасать растения, вот особенно в питомниках, в садовых центрах? Как вы сами боретесь с вот такой жарой? Как адаптируете свои растения? Ну, на самом деле, растения, они настолько разумные существа. И они тоже, конечно, это знают и чувствуют и приспосабливаются. Но здесь выход только один. Полив, полив, еще раз полив, полив качественный. Конечно, не выходить с поливом после 11 дня, не заходить с поливом после раньше 17 часов. Поэтому сейчас, конечно, приходится поливать два раза в день, таким образом спасать дальше ряд растений, если есть возможность дать какую-то притенку. И, как бы, обязательно помогайте своим растениям в том плане, что с водой и жарой очень быстро осваиваются все удобрения. И зачастую растения начинают страдать. И еще самое главное правило, в такую жару, несмотря на обильный полив, еще более страшно переливать растения. Потому что готовый, я даже иной раз в интернете читаю, там говорят, ой, вы возьмите 6 ведер воды под куст гортензии, под каждый выливайте. Ну, это вообще безумие. Это безумие. Поэтому, значит, отслеживайте момент, как я всегда учу, если это небольшой горшок, то просто переверните, посмотрите, сколько еще там воды достаточно остается дальше. Если это в грунте, то просто тоже посмотрите, на сколько там, ну, пройдите 2-3-4 сантиметра, посмотрите, есть ли там влага. Потому что растения реагируют на такие стрессы в виде жары, и оно начинает меньше потреблять влаги. И вы, оно уже перестроилось на эту жару, все к этому говорит. И нужно дать и эти оптимальные условия, чтобы была еда и питье, но в умеренных количествах, потому что это будет приводить к еще худшим последствиям, потому что при переливе будет гореть лист. И, естественно, единственное еще, что я посоветую, если у вас растения в каких-то городских условиях, или у нас иногда сейчас такая эрозия почвы начинается в полях, и пыль покрывает все листья, конечно, вот такой дождичек, дождевание, если у вас идет капельный полив, нижний полив, он будет не лишний для того, чтобы открыть устица для дыхания и транспирации. Ну, а больше я других особых способов не знаю. Спасибо вам, что поделились. Татьяна Васильевна, я на одном дыхании прочитала вашу книгу «Я спирею». Спасибо вам за ваш труд, за ваш опыт, профессионализм, которым вы поделились с нами, и с профессионалами, и с любителями садовой отрасли. Скажите, ваш топ-5 любимых сортов спиреи для вас? Ну, мне очень нравится вся серия «Дабли Плей». «Дабли Плей Биг Бэнг», «Дабли Плей Артисан», «Дабли Плей Голд», «Дабли Плей Ред». Это то, что у нас есть, но другие спиреи, я о них только читала из этой серии. Мне их нет. Это мои самые любимые. Я очень люблю еще карликовые сорта и так называемые почвопокровные. Это «Джапанис Дварф», «Сандроп», «Голден Эльф». Они тоже очень удивительные, невероятные. Ну, и, конечно, мне очень нравится «Манон». Это шар, который весь покрыт, розовый шар. Это тоже необыкновенное зрелище. Это вот мои самые любимые. А вообще, как бы, вы же знаете, мне иногда мои подписчики, мои клиенты говорят, ну, вас послушаю, ну, вас все любимчики, ну, вот что сделаешь. Каждый хорош по-своему. Согласна с вами. Скажите, пожалуйста, какие-то особенности обрезки спиреи? Вот как к этому правильно подойти? Ой, это так просто вообще. Вообще, вот эта спирея, она даже не обидится, если вы ее не обрежете. Даже нисколько не обидится. Но правила такие. Если вы хотите увидеть цветение, такие спиреи весеннецветущие, как спирея гревшайм серая, как спирея березолизная тор, и такого плана, или там какие-то ниппанские сорта спиреи, то, конечно, обрезайте после цветения. Если вы из них будете делать какие-то формы, фитопластику, но здесь, как бы, уже так сроки жестко не играют роль, ну, как я говорю, что в зиму, конечно, не вводить растения в стресс, а можете летом делать стрижку до цветения, после цветения. И на самом деле спирея хороша, что если вы не будете держать жестко и задавать форму, то ее достаточно один раз в сезон обрезать. Просто, ну, вот, не знаю, это вот единственная культура. Просто подходите и обрезайте, на пень посадили. Если загущенность высокая, и внутри уже много веток накопилось, ну, тут повозитесь хотя бы раз в три года санитарную обрезку сделать, или какую-то омолаживающую. А так это самая вот неприхотливая, нетребовательная культура к этому процессу. Татьяна Васильевна, а вот что делать тем, кто влюбился в помпасскую траву после своего отпуска в Южные края? Как же в условиях Крайнего Северного Подмосковья такую красоту у себя на участке вырастить? Может быть, альтернативы? Нет, альтернативы такой вот идеальной помпасской траве нет. Но, как бы, какие-то такие метелки устойчивые, развивающиеся, или создание такого эффекта, как от ковыля, ну, можно на каких-то растениях получить. Но это не будет никогда роскошью помпасской травы. Например, мискантус сахароцветный, он, ну, там особенности, он довольно агрессивный. А вот он очень эффектный, но это, нет, нет, то есть я не могу альтернативу четко подобрать. Неплохо в этом случае будет вейник коротковолосистый. Это поздняя осень, когда он начинает свисти, и у него тоже, но они все равно мелкие эти метелки. И, конечно, все забывают шероховатка, потому что, когда она высаживается массивом, то вот эта вот серебристая марева из этих редких колосков, она тоже, конечно, очень эффектная. Татьяна Васильевна, подскажите, какие сейчас вот тренды в ассортименте растений вы наблюдаете, как опытная питомника вода? Это имеется в виду кустарники или... Кустарники, многолетники, вот по-вашему? Ну, пока еще первые строчки занимает, конечно, гортензия. Конечно, ну вот с нашей помощью сейчас ей начинает на пятки наступать спире, и очень интересные сорты вот эти культуры. Но есть классика, знаете, да, и очень серьезно сейчас выходят вместе с ними, тоже, думаю, не без нашей помощи. Помощи это пузыреплодники, потому что, если раньше так же люди знали, буквально пять каких-то сортов, то сегодня карликовые сорта уже приближаются к верхним строчкам популярности. Это среди кустарников. Ну, и есть такое понятие, как классика. Мне кажется, например, роза никогда не выйдет из моды, она навсегда классика и навсегда будет в наших садах. Что касается многолетних цветов, то сегодня, конечно, в тренде злаковые. Злаковые, злаковидные, то есть это осоки. Злаки – это как бы самая верхняя строчка. С чем вы их связываете? Ну, я связываюсь с тем, что это длительный декоративный вид. Колоски, усыхая, они тоже работают даже зимой. В этом плане и в плане того, что много создается вот таких урбанистических объектов, где используются сады природного стиля. И они как нельзя лучше подчеркивают любое видовое растение. И поэтому они настолько популярны. Ну, и как бы, если уж и брать из цветущих, то пока лидерами являются шалфей, котовник. Почему? Почему вот и везде, и там, и там, и там присутствует один и тот же момент. Это продолжительность декоративности. И длительнее цветение, чем у шалфея и котовника, и повторное, нет ни у кого. Поэтому они так хорошо заходят в продажу. Спасибо. Крайний вопрос. Татьяна Васильевна, вы много бываете на разных мероприятиях, фестивалях. Подскажите, что бы вы хотели увидеть на Мастера Сада Феста 2023? Катя, я на самом деле, ну, мне будет очень сложно ответить на этот вопрос. Потому что я еще не прониклась до конца, еще мало прошла. Мне кажется, вроде как все хватает, да? Поэтому я, возможно, вам позже дам свои комментарии, когда ближе познакомлюсь с вашим мероприятием. Хорошо, благодарю вас. Спасибо, что вы приехали к нам. Мы всегда вам рады. Спасибо, Татьяна Васильевна. Спасибо большое. Да. Спасибо. 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 Продолжение следует...